Привет! Как часто вы пытались понять, что творится у человека в голове? О чем он думает? Что чувствует? Сегодня у нас будет возможность заглянуть в мир, скрытый от чужих глаз. Быть может, каждым из нас управляет не только наше «я», но и нечто внутри, что работает автоматически, подобно сердцу или желудку. Пять эмоций, которые живут в голове и дергают за нужные ниточки, чтобы заставить нас совершать определенные поступки. Они постоянно спорят друг с другом и могут быть очень недовольны, когда им не дают вырваться на свободу, чтобы сделать задуманное. Что это? Как на радость не похожа? По словам сценаристов, в этом мультфильме таких внутренних человечков могло быть аж 27, но в итоге осталось гораздо меньше. Кстати, если ты смотрел сериал «Офис», то сможешь узнать в одной из них «Печали. Знакомое лицо». Создатели мультфильма придали каждой эмоции подходящую ей уникальную форму. Радость – звезда, печаль – слеза, гнев – кирпич, страх – оголенный нерв, обрезгливость – брокколи. Правда, в отличие от Райли, у которой даже среди страхов в подсознании оказался лес из брокколи, режиссер картины любит этот овощ. Новорожденная Райли открывает глаза и видит своих родителей. В это время в ее голове появляется радость, ее первая эмоция и связанное с ней первое воспоминание о любви папы и мамы. Радость берет яркий желтый шарик с воспоминанием и отправляет его по причудливому механизму в подкорку, где хранятся самые ценные моменты жизни девочки. Ее жизнь обещает быть очень счастливой. Но радость недолго остается в одиночестве. Спустя всего 33 секунды пультом управления овладевает печаль. Зачем только эта бесполезная эмоция вмешалась? Ведь от нее плохо и Райли и всем вокруг. Радость должна лучше контролировать свое рабочее место. Ты позволишь, а? Прости. И это было лишь начало. С тех пор в головном отделе становилось все тесней. Вскоре к ним присоединяются страх, брезгливость и гнев. Но они, в отличие от печали, хотя бы помогают девочке сориентироваться в том, как безопасно играть, что есть и как отвечать родителям, которые ведут себя несправедливо и запрещают есть сладкое. Эмоциям не просто договориться между собой, но радость держит всех под контролем, стараясь делать жизнь Райли легкой и беззаботной. Каждый раз, когда другие эмоции берут управление ситуацией на себя, возникает шарик воспоминаний соответствующего цвета. Но в основном воспоминания повзрослевшей Райли радостные, и они формируют пять островков памяти, на которых держится личность девочки. Среди них острова озорства, хоккея, друзей, честности и семьи. С ними связаны самые важные, глубинные воспоминания, которые хранятся в специальном отсеке. Без них Райли была бы совсем другим человеком. Все идет как нельзя лучше, но в 11 лет семья продает дом в холодной Миннесоте и переезжает в Сан-Франциско. Это было очень неожиданно для Райли, а дорога на машине через несколько штатов длилась целую вечность. Но девочка все равно с нетерпением предвкушает, каким классным будет ее новый дом, и каждая из эмоций рисует ей свой уникальный дизайн. Страху важнее, чтобы все было безопасно, а гнев наоборот хочет, чтобы к его крепости боялись подходить всякие враги. Но все они оказываются совершенно не готовы к небольшому старому особняку, зажатому между соседних высоких домов. Вместо мебели внутри дохлая крыса, пыль и серые стены. К тому же вещи семьи привезут только через несколько дней и спать придется на полу. Родители начинают ссориться из-за проволочек. Напряжение растет и среди эмоций Райли не остается места радости. Но светлое чувство неспроста главенствует у девочки в голове. Она быстро придумывает, как скрасить унылую ситуацию и начинает играть в хоккей комком бумаги. Родители отвлекаются от невзгод и вскоре все смеются и пихаются, стараясь отправить шайбу в пустой камин. Но семейная идиллия разрушается, когда папа получает звонок по работе и вынужден срочно отлучиться. Очередной стресс вызывает хаос в голове Райли, но радость прибегает к помощи недавних воспоминаний и вместе с мамой они идут перекусить в пиццерию, которую видели по дороге. Но пицца там оказывается только одного вида, приправленная огромным количеством брокколи. Воспоминания об этом месте окрашивают в противный зеленый цвет. Но хотя бы по дороге назад можно обсудить с мамой веселые происшествия, которые случились в их путешествии. Радость подкидывает варианты, что вспомнить, чтобы поднять настроение, но вдруг радостные воспоминания окрашиваются в синий цвет печали. Эмоции начинают паниковать и видят, как печаль коснулась шарика, который до этого был ярко-желтым. Радость пытается исправить воспоминания, но оно оказывается безнадежно испорчено. Печаль пытается извиниться, но от нее лишь требует больше ничего не трогать, пока радость не разберется со странным происшествием. Но печаль продолжает суетиться и от ее движения одно из глубинных воспоминаний выпадает, от чего остров озорства отключается и гаснет. В срочном порядке шарик возвращают обратно, и Райли весело прокатывается по перилам лестницы. Радость берется за печаль, чтобы попытаться успокоить ее, но любые попытки развеселить депрессивную эмоцию заканчиваются провалом. Эти эмоции полные противоположности, и удивительно, насколько по-разному они смотрят на одну и ту же ситуацию из жизни Райли. Чтобы хоть как-то отвлечь печаль, которая угрожает снова все испортить, Радость подсовывает ей книжки с инструкциями, в которых досконально описан внутренний мир девочки. Перед сном родители снова заняты проблемами переезда и забывают поцеловать дочку на ночь. Райли приходится звать их, но в комнату приходит только мама. Хотя Радость давно отошла от пульта, дав разгуляться брезгливости, страху и гневу, мама просит почаще улыбаться, чтобы не расстраивать папу. На него свалилось много сложных задач, и они должны поддерживать главу семьи. Радость возвращается на свое законное место, оттесняя на второй план остальных. Райли засыпает, но день, наполненный не самыми приятными моментами, дает о себе знать в виде кошмара. Радость сразу же вырубает плохой сон и включает радостное воспоминание, как девочка каталась на коньках с родителями на замерзшем озере в родной Миннесоте. Грядет первый день в новой школе, и Радость выдает остальным важные задачи, чтобы знакомство с новой обстановкой прошло без проблем. С целью предотвратить внезапный приступ печали, который может испортить весь день, ей достается самая важная миссия – не выходить из круга, который Радость начертила на полу. Райли отправляется на занятия, весело прощаясь с родителями. В новом классе учительница просит рассказать о себе. Страх поднимает тревогу, но Радость берет дело в свои руки, и Райли начинает рассказ о своей прошлой жизни в Миннесоте. Девочка может долго рассказывать о радостном воспоминании, но тут случается страшное, точнее печальное. Райли понимает, что эти моменты уже не повторятся, да и на коньках в Сан-Франциско никто не катается. Очередные проделки печали, которая снова лезет не в свое дело. Пока эмоции пытаются спрятать воспоминания подальше, Печаль берет под контроль пульт управления, заставляя Райли плакать на глазах у одноклассников. Вдруг создается новое глубинное воспоминание, и это первый раз, когда оно синее и печальное. Шокированная этим фактом, Радость хочет избавиться от Шарика, чтобы Райли поскорее о нем забыла, но Печаль внимательно читала инструкции и борется за право воспоминания остаться среди самых важных. Их потасовка приводит к тому, что вообще все глубинные воспоминания вываливаются из хранилища. Из-за этого все острова личности Райли отключаются и гаснут. Включается механизм долговременной памяти, и туда засасывает Радость, Печаль и шарики глубинных воспоминаний. Райли с пустыми глазами вытирает слезы и садится обратно за парту. Радость и Печаль летят все дальше от мозгового центра и оказываются между огромным лабиринтом долговременной памяти с одной стороны и пропастью забвения с другой. Без них Райли не сможет радоваться и грустить, и эмоции собираются проложить путь обратно через огромную пропасть, из которой еще ничто не возвращалось назад. В отсутствие радости оставшаяся троица, брезгливость, страх и злость пытаются имитировать обычное поведение радостной девочки. Получается плохо, и за ужином Райли ведет себя подавленно. Она дерзит в ответ на вопросы, и мама, у которой в голове заправляет опытная и спокойная Печаль, пытается понять, что происходит. Женщина сталкивается со стеной и включается папа, управляемый гневом. Он доводит ситуацию до скандала и отправляет Райли в свою комнату. Тем временем Радость и Печаль пытаются подобраться ближе к головному центру через остров Озорства. Тогда даже отец посещает дочь в комнате и пытается помириться с ней после скандала, прибегая к милым шуткам. Это дает обратный эффект, и остров полностью разрушается, улетая в бездну забвения. Радость и Печаль еле успевают унести ноги. Они шокированы, но пока у них в руках глубинные воспоминания, еще не все потеряно. Хотя Печаль совсем теряет силы и не может идти, Радость хватает ее за ногу и тащит через лабиринт, чтобы добраться до следующего острова. Всю ночь они бредут мимо стеллажей, и когда Райли уже проснулась, наталкиваются на двух работников, которые сортируют воспоминания. Три года музыкальной школы. Да, тут все поблекло. Так, оставь-ка Лиззи и собачий вальс, остальное мусор. Шарики, которые уже потеряли свой цвет, отправляются в бездну, а вот песенка из рекламы даже не думает меркнуть, и ее ради забавы регулярно запускают прямо в мозг. Радость очень пугает мысль о том, что даже окрашенные ею воспоминания обречены быть забытыми. Пока Райли общается с лучшей подругой из Миннесоты по видеосвязи, она узнает о том, что ее место в команде по хоккею уже заняла новая девочка. В гневе она заканчивает разговор, и остров дружбы вслед за озорством летит в бездну. Не успев погоревать, радость спешит в путь, чтобы исправлять ситуацию. Вдруг среди полок она видит странное существо, ворующее в сумку воспоминания. Неуклюжий весельчак в пиджаке – это бывший воображаемый друг Райли по имени Бинго Бонго. Девочка выдумала его в три года и использовала для многих игр. У них даже была своя песенка, которая заставляла лететь вперед космическую ракету, собранную из тележки. Он показывает поезд мыслей, который регулярно посылает идеи в головной отдел, и на нем эмоции быстро и безопасно домчат туда. Его станция находится в стране воображения, короткий путь туда лежит сквозь тоннель абстрактного мышления. Хотя над входом висит табличка, предупреждающая об опасности, троица входит внутрь. В это время Райли остается в новой школе одна на обеде и начинает осмыслять понятие одиночества. Работники включают механизм, и путешественники начинают распадаться на элементы и превращаться в более простые фигуры. Им удается выползти наружу уже плоскими разноцветными червяками, но на поезд они не успевают. Но Бинго Бонго не унывает и ведет их на еще одну станцию в стране воображения. Они преодолевают лес картошки Фри, город из облаков и видят машину по производству воображаемых бойфрендов. Бинго находит свою спрятанную ракету и катит ее с собой. Райли отправляется на секцию хоккея и страх пытается восстановить работу острова, но девочка не может сосредоточиться из-за переживаний и проваливает голевой момент. В ярости она бросает клюшку и уходит домой. Остров хоккея падает в бездну. В стране воображения тоже изменения, сносят замок принцесс и мемориал плюшевых зверей. Это пугает Бинго Бонго, ракету которого тоже придают забвению работники. Воображаемый друг очень расстроен, ведь он так хотел улететь с Райли на луну. Печаль сочувствует и обнимает Бинго, и он плачет у нее на плече конфетами. Радость очень удивлена, что печали удалось подбодрить спутника, ведь у нее самой это никак не получалось. Они спешат вперед и запрыгивают на поезд мыслей. В это время оставшиеся за пультом эмоции пытаются улучшить состояние Райли, которое становится все хуже. Гнев выдвигает идею. Раз все счастливые воспоминания Райли возникли в Миннесоте, значит нужно вернуться туда. Они не успевают запустить ее, потому что девочка засыпает. Поезд мыслей тоже останавливается. Радость и остальные не могут ждать и решают разбудить Райли. Для этого они отправляются в студию сновидений. Внутри все обставлено как закулисье киносъемок. Печаль предлагает вмешаться, чтобы девочка проснулась от испуга, но Радость думает, что лучше взбудоражить ее чем-нибудь очень счастливым и милым. Вместе с печалью они надевают костюм собаки и врываются на съемочную площадку, где Райли якобы пришла в школу без штанов. Бинго-бонго помогает опустить яркий занавес, но все идет не по плану и сценка превращается в кошмарную. Режиссер сна понимает, что эмоции задумали разбудить Райли, но девочка все еще продолжает спать. Охранники ловят Бинго-бонго и доставляют его в подсознание, место, куда запирают тех, кто приносит одни тревоги. В его сумке основные воспоминания Райли, так что эмоции отправляются вызволять его. Внутри находятся самые жуткие страхи, вроде лестницы в подвал и огромного бабушкиного пылесоса. Сам Бинго-бонго заперт в клетке из воздушных шариков на животе гигантского спящего клоуна. Чтобы все-таки разбудить Райли, троица решает использовать страшного гиганта, которого увлекают вслед за собой. Клоун врывается в сон девочки и будет ее. Путешественники запрыгивают на поезд, но эмоции в головном отделе тоже просыпаются и устанавливают на пульт идею с побегом из дома. Райли садится за компьютер и начинает выбирать билеты на автобус до Миннесоты. В поезде мыслей Бинго-бонго видит воспоминания, когда мама, папа и хоккейная команда подбрасывали Райли вверх на руках, оказывая почести. Печаль тоже часто вспоминает этот день. Тогда девочка не забросила решающую шайбу и очень горевала. Райли ворует из маминой сумки банковскую карту и остров честности начинает падать. Он разрушает опоры моста, по которому едет поезд мыслей и путешественники начинают лететь вниз. Работники разума спасают Радость, Печаль и Бинго-бонго из поезда, прежде чем он упадет в бездну. В последней попытке они бегут к острову семьи, но и он начинает рушиться прямо у них на глазах. Ничего не сказав родителям, Райли уже в пути на автобусную остановку. За собой остров тащит стеллажи с воспоминаниями и среди них Радость замечает трубу, которая отправляет воспоминания в головной центр. Печаль лезет следом, но когда она приближается к основным воспоминаниям, они начинают синеть. Радость отгоняет ее и решает бросить печаль тут, потому что Райли спасут только радостные моменты. Но разрушение острова семьи вызывает эффект домино, и труба ломается, заставляя Радость лететь прямо в бездну забвения. Бинго-бонго тоже скатывается вниз. На темной свалке потускневших шариков Радость находит единственный, который светится ярким светом. Это то самое тоскливое воспоминание, из-за которого они с печалью устроили потасовку и улетели вглубь разума Райли. Рядом она находит множество угасших моментов из детства девочки, которые раньше приносили ей так много радости. Она горько рыдает, ведь Радость делала все, чтобы Райли была счастлива, и каждый прекрасный момент повторялся вновь и вновь. Но теперь все разрушено, и ей никогда не вернуться назад. Радость берет в руки воспоминания, которые они обсуждали в поезде с печалью. Она перематывает его назад, обнаружив, что началось оно с того, что Райли грустила в одиночестве на ветке дерева. Там ее нашли мама с папой, а затем и команда, которые поддержали девочку в трудный момент и подняли на руки. Впервые Радость понимает, что только благодаря печали, которую увидели близкие Райли, в ее жизни произошло такое важное событие. Чтобы вернуться назад, Радость просит помочь Бинго-бонго, но он совсем расклеился. Вырваться из бездны все равно, что полететь на другую планету. Но ведь для этого и существует космическая ракета, которую сбросили сюда же. Радость напевает песенку, которая запускает двигатели, и слышит вдалеке звук тележки. Они садятся внутрь и берут разгон, но всякий раз не долетают совсем немного. И тогда в третий раз Бинго-бонго выпрыгивает на разгоне, чтобы его вес не помешал Радости добраться до своей цели. Воображаемый друг очень рад, что смог помочь. Напоследок он просит Радость осуществить его мечту и свозить Райли на Луну. После этого он навсегда исчезает в бездне. Родители возвращаются домой и не могут найти дочь. Они звонят ей, но Райли не берет трубку. Остров семьи продолжает разрушаться, пока Радость носится по лабиринту, пытаясь найти печаль. Она ложится на пол, пытаясь имитировать действия противоположной эмоции и видят, как нижний ряд шариков на полках окрашен в одинаковый синий цвет. Радость бежит по следу и видит печаль, но она бросается на утек, утверждая, что Райли без нее только лучше. Наблюдая разрушение последнего острова, на котором держится личность Райли, эмоции в головном отделе бьют тревогу и пытаются извлечь лампочку с идеей о побеге из приборной панели. Но вдруг вся панель начинает отключаться и становится неактивной. Райли полностью одержима одной идеей и перестает чувствовать любые эмоции. В это время в стране воображения печаль забирается на дождевое облако, а Радость находит воображаемого бойфренда Райли, печатает его в достаточном количестве и запихивает клонов в бездонную сумку Бинго Бонго. Они не возражают, поскольку каждый из них утверждает, что готов умереть за Райли. Дальше Радость сдувает воздушным шаром печаль на облаке, в сторону головного центра и бежит до края пропасти. Там она делает огромную башню из бойфрендов и падает вниз на батут, который еще стоит на острове семьи. Пролетая над бездной, в прыжке она хватает печаль и две эмоции бьются с обратной стороны в окно штаба. Гнев пытается разбить стекло стулом, но у него ничего не выходит. Тогда брезгливость провоцирует его, чтобы он вышел из себя. В результате он вскипает и из головы гнева вырывается огонь, который прожигает дыру в окне. Радость и печаль возвращают домой, но вот о Райли такого не скажешь. Автобус с девочкой уже отъезжает от остановки. Радость тут же хватает синюю подругу и тащит к пульту. Печаль действительно оказывается способна вытащить лампочку идеи и Райли приходит в себя. Она понимает, что ее не ждет ничего хорошего и просит водителя остановиться. Девочка спешит домой к родителям, которые уже готовы начать поиски дочери по всему городу. С облегчением они бросаются к Райли, которая появляется на пороге. Радость подходит к печали и отдает ей в руки основные воспоминания. Все они окрашиваются в синий цвет, и печаль выводит их на проектор, вызывая слезы девочки. Она так скучает по Миннесоте, друзьям и тому знакомому счастью, которое не повторить на новом месте. Родители тоже признаются, что очень скучают по родным местам, где они вместе гуляли и катались на коньках. Они крепко обнимают Райли, а печаль берет радость за руку и они вместе нажимают кнопку. Создается новое основное воспоминание, которое впервые сочетает в себе два цвета. С этих пор внутренний мир Райли стал богаче, а печаль нашла свое место среди остальных эмоций. Личность Райли теперь опирается на множество разнообразных островов, которые поддерживают интересы энергичной девочки-подростка. Работники разума добавляют на консоль множество новых кнопок, которые позволяют реагировать на новые ситуации в жизни Райли. Гнев приходит в восторг от расширенной базы данных ругательных слов. Огромную красную кнопку под названием созревание пока решают не трогать. У Райли новые друзья и новый дом, но она все так же с удовольствием играет в хоккей в местной секции. На матчи родители приходят раскрашенные, как настоящие фанаты, и это тоже сильно сближает их эмоции. Райли уже 12, в ее жизни все прекрасно. Никаких эмоциональных потрясений не ожидается. Правда ведь? Кстати, в японском прокате этот мультфильм вышел с небольшими изменениями. Для местной аудитории пришлось переделать сцену с брокколи, которую так ненавидят Райли. Дело в том, что большинство японских детей с большим аппетитом едят этот овощ. Так что пришлось взять вместо него зеленый перец, который как раз вызывает у них отвращение. Хотя существует множество разных теорий о том, как устроен внутренний мир человека, никто до конца не знает всех его механизмов. В мультике отражена лишь одна из таких теорий, которую создал психолог Пол Экман. Он выделил основные эмоции, тщательно изучая выражения человеческих лиц, и к пяти показанным на экране ученый добавляет еще презрение и удивление. Но не всегда, что отражено на лице отражает всю гамму переживаний внутри. Никто не использует только семь слов, чтобы говорить о чувствах, и вряд ли испытывает эмоции одинаково. И что творится в твоей душе, никто лучше тебя не расскажет. Так что ищи в описании к ролику название фильма и пиши в комментариях, а какая эмоция могла бы управлять всем у тебя в голове. И не забудь подписаться на канал и поставить лайк, чтобы классные сюжеты выходили как можно чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова